всем привет с вами сергей проект по сегодня как вы поняли название книжные покупки и книжные покупки одного издательства это эксмо ну и фан-зон я считаю все как единое целое получилось немного книг но я решил вот уже видео заснять не не ждать не ждать там когда накопится большое количество вот книги небольшого объема поэтому думаю еще и ближайшее время появится на них отзывы поводы есть и некоторые книги я уже начал читать в частности я начал читать уже вот эту книгу дело в том что я про этого автора довольно много рассказывал я уже много книги особенно из этой серии практически все книги прочитал вот но в прошлом году было приостановлено выпускать книг в этой серии я ждал ждал когда выйдут новые тома что-то они давно пропали переключился на динкунса на начале один кунса вам рассказывать это уже от азбуки например но вот опять бентли литл к нам вернулся и это роман сущность серия стивен кинг поражён помните данному же обстёбывали это да такое название ну продажи видимо не устроили может сейчас как-то по-другому это все будет предлагаться я хочу чтобы как можно больше книгу бентли литл выходила тем более авторов не нравится как он пишет хотя он неровно иногда очень слабенькие романы иногда очень даже и пугающие или интересные сюжеты например или много интересных фактов например узнаешь и посмотрим что будет здесь потому что здесь тематика романа немного не напомнила помните я вам рассказал про роман хризалида вот который ну к сожалению меня разочаровал но тяжело на что-то интересное написать про дом про когда место действия в доме происходит более помните бентли лита даже есть роман дом вот здесь как-то начало тоже немножко похоже когда переезжает семья а ну там правда активная семья здесь два ребенка есть папа мама да они переезжают в другой район заселяется вроде бы хороший дом но уже начинаются какие-то проблемы потихоньку начинает нагоняться атмосфера то одному что-то чудится то другой кого-то видел то в гости когда придет друг например переночевать ему там как что-то приснится или какие-то кошмары или что-то он услышит он оттуда в слезах попросит соберите меня отсюда но и потому что буквально первые страницы еще только прочел вот поэтому тут еще все только нагнетается что здесь будет мистическая составляющая или там живет кто-то тут или проклятие какой-то так далее буду разбираться по мере прочтения но я рад что вот эта серия опять вернулась к нам читателям и вот романчик 18 плюс строго ближайшее время будет на него отзыв далее общаясь своими друзьями я иногда узнаю хорошие фэнтези романы янг и дал романы или какие-то вещи которые проскакивают у меня потому что вы понимаете выходит сейчас книг очень много у меня есть некоторые серии которые я прям скупаю нон-стопом и я практически них уверен как шедевр фэнтези например мастера фантазии мне тоже очень нравится а есть книги которые то ли бессерийные то ли они выходят как-то без широкой освещенности знаете нет каких-то обсуждений громких там на фантлабе на лайфлибе там или у блогеров вот вот эту книгу к слати я как-то не заметил не заметил обсуждениях не заметил в отзывах но пообщался с друзьями вот при встрече как-то когда обсуждали вот что новенького там по выходила фэнтези например жанре и мне неожиданно не один человек а больше двух уже даже три я даже сказал если быть точным если вдруг кому-то нужны такие цифры мне посоветовали вот эту книгу называется романка ловская метка и автор дэн патрик место действия здесь в стране где дракон уже давно там побеждено все забыто из-за соблюдением всего этого следят какие-то зорки и они отбирают людей со способностями для испытаний немного банально но посмотрим как будет читаться как будет двигаться сюжет потому что тут главное действующие лица это брат и сестра внезапно зорки у них обнаруживает что у кого-то из них есть способность правда не могут определить у кого и теперь им надо будет самим детям со всем этим разобраться узнать какие-то тайны наверняка связанные с происхождением с магией с прошлым ну такое люблю это первый роман в цикле вот не знаю насколько он самодостаточный я уже не стал расспрашивать своих друзей как что но они посоветовали сказать почитай ты сам составишь свое собственное мнение и тебе должно понравиться вот были их слова так что ближайшее же время я присяду из это прочитаю вот сто процентов потому что я уже первую страницу начать читать читается пока легко то есть как-то и перевод и так далее не спотыкаешься все пошло хорошо поэтому про этот мир я обязательно вам расскажу зацепит ли у меня потому что я давно уже соскучился по каким-то интересным миром или по многотомным даже миром где под хотелось бы следить за развитиями героев эта же книга наоборот ее многие ждали на фантлабе но фантлабом и рекомендации фантлаба надо носиться с осторожностью бывает там посоветуем такое элитарное чтение что я со своим умом этого не могу постичь всю крутизну у авторов там или ну всякое такое там завернутое бывает и так далее понимаю ну не моё хотя вот вроде там многие любят и так это лео инспрек декам и роман называется королева изгоев почему мне заинтересовала заинтересовала аннотация дело в том чтобы на планете там царит матриархат вот и есть у королевы права она единственно кто может там производить потомство и содержит там труд не целых вот подчиненные ей а главная героиня как я понимаю здесь это будет рабочие вот у которой собственно каких-то прав ничего нету но внезапно на эту планету прилетают отряд экспедиции земли вот и это шанс как раз таки что-то изменить возможно будет свержение этого матриархата возможно будет полностью разрушиться там вот устоявшийся уклад жизни вот я такое люблю когда какие-то перевороты происходят поэтому посмотрим делаю большую ставку на троман дело в том что я это автора покупал если помните самый странный бар во вселенной тут он как раз сзади он нарисован вон там были короткие истории они мне понравились вот я про них не рассказывал только на стриме там ну немного отзывов делал здесь же собираюсь этот роман прочитать это все-таки большая форма мне как-то больше заходит да и удобнее рассказывать на том же канале от фэнтези это вот уже мой смелый эксперимент дело в том что я с русскими авторами ну вы знаете какое мне отношение очень сложно найти что-то достойное поэтому я часто доверяю вашим советам комментариях доверяю советам своих друзей которые поглощают больших объемах тоже например русских авторов и вот этого автора вообще не знал кирилла клеванского вот но зато потом залез в интернет увидел сколько там книг уже написано так далее сначала испугался как бы это все не скатилось и возможно ты искать это потому что невозможно столько много книг написать хорошем состоянии да что там было все интересно интрига не теряло не провисалась а возможно здесь будет просто лайтовенькое там приключение которое просто захочется мозг отдохнул каких-то умных завернутых вещей и так здесь сердце дракона воля камня уже есть и вторая обложка второго романа вот романа довольно много тут написано более 20 миллионов прочтений в сети вот аннотация когда мне понравилось потому что тут один человек будет противостоять целой системе такое тоже люблю вот он попал в мир где правит боевые искусства он мечтал о приключениях и свободе на него отняли эти мечты и ради свободы начнет войну против целого мира ну я такой люблю его зовут хаджар и он идет за зовом своего драконьего сердца поэтому как минимум первую книгу я прочитаю до покупки 2 это вам точно обещаю вот так как 2 книгу уже анонсируем есть месяц на то что прочитать эту книгу следите за отзывами ближайшее время появится и я тогда собственно приму решение стоит ли читать 2 том но там столько томов стоит ли ввязаться вообще в эту эпопею за этого автора я спокойно дело в том что я все что у этого автора вышла у нас на русском языке прочитал отзывы у меня тоже есть на канале это блэйк рауч я примерно ожидаю что здесь будет хотя бы как минимум как он пишет да по-любому много экшена интересный там будет сюжет двигаться очень неожиданные повороты будет вот но здесь что мне понравилось что тут очень такая специфическая вещь хорошая тема подымается связанная с эпидемиями про память знаете какая тут вещь будет написано люди сходят с ума из-за воспоминаний которых у них никогда не было и вот детектив начинает расследовать судьбу женщины который покончил с собой из-за того что она переживала гибель с ее мужей и ребенка но этого не было в реале у нее не было и откуда у нее эти мнимые воспоминания вот второй они рыбилок второй герой как понимаю работы над тем чтобы вызвать вспомнить опять те же эмоции как первый поцелуй и рождение ребенка и так далее то есть работы с воспоминаниями но все это придет к чему-то ужасному и вот новый роман называть возвращение как видите он у меня даже с реглан такой манжеткой вот идет итак возвращение black рауч тоже будет прочитан ну я это вот эти все книги я двигаю очереди прям в первую десятку даже по первую двадцатку скорее вот подвинул так что отзывы появится ближайшее время в любом случае вы пишите что из этого вам интересно в первую очередь чтобы я читал сразу ее они там например по своему выбору конкретно из этой стопочки но как-то решила себе такое поставить условия единственное исключение этого для этого романа дело в том что это третий роман называется руна судьбы и я жду четвертый роман который называется кукушкой только после этого примусь за весь цикл про травника жуга но я тут как-то спокоен все-таки доверяю рукам вкусу моих знакомых вот и они отзываются очень хорошо это дмитрий скрюк автор извините не назвал его вот поэтому дождусь я когда выйдет четвертый том и кукушка и вот за него уже засяду и тогда уже буду делать вам потихоньку рассказывать чем этот автор крутой почему этот цикл довольно известный это уже переиздание раньше других всяких оформлениях выходил вот теперь вот так вот красиво тут еще обложка знаете такая очень приятная на ощупь вот в таком выходит поэтому из всех этих книг вот это будет естественно прочитано позже всего потому что это все-таки третья книга цикла сначала пристать первые книги там осенний листом и прочее я вам показывал в предыдущих покупках и финальная книга на сегодня у самой спорной она мне была прислана на обзор называется на усама автор левитит харл автора я знаю его книгу я читал например ногу здесь всемирной премии фэнтези написано как вы понимаете здесь связано с терроризмом и здесь довольно опасная такая тематика не всегда люблю такие эксперименты с альтернативным с альтернативной землей с будущим то есть когда существует знаете все перемешается реальные факты реальные действующие лица тут же усама да здесь будет другая плоскость тут все сравнивают он человек высоком замке 21 века то есть когда экспериментируют с историческим данными и во что это могло вылиться там альтернативная реальность да или какие-то черты которые вот смело можно написать когда поменяешься скажешь но это же фантастика вот такого же не может быть поэтому можно вот так героя назвать вот так он может действовать эксперименты иногда такие очень даже интересны поэтому для меня вот этот автор тоже будет смелый эксперимент смело чтением не всегда считать только экшен или простые тексты попробую периодически себя радовать вот сложными какими-то вещами завернутыми вещами где подумать надо где надо что-то представить мозг подключить так сильно конкретно вот ну посмотрим вот такие у меня ожидания от моих книжных покупок как видите их не очень много но надеюсь все это будет прочитано ну хотя бы в ближайшие пару месяцев вот исключение естественно третьей книги Дмитрия Скирюка вот ждите отзывы пишите мне в комментариях что вам интересно в первую очередь естественно я начну с этой книги читать часть хорошей книги с вами был сергей проект по пока